Сценарии большой войны. США поднимают ставки в Европе? Соединенные Штаты выводят украинский конфликт на новый виток эскалации. Предыдущая попытка с торжением ВСУ в Курскую область оказалась провальной. Ее главная цель – спровоцировать Москву на жесткий ответ – не достигнуто. А значит, ставки будут подниматься. Следующим этапом могут стать удары вглубь России дальнобойным оружием, поставленным Украине странами НАТО. И, вероятнее всего, европейскими странами Альянса. Ведь Соединенным Штатам нужна не просто эскалация. Вашингтон добивается внутри европейской войны, без участия американских военных. Какие цели преследуют Соединенные Штаты? Может ли Вашингтон обойти пятую статью Устава НАТО? Как в Европе воспринимают инициативы США? И существует ли прямая угроза Беларуси? Рассказываем в обзоре Белта. Точка невозврата. Зачем США эскалация в Европе? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно понимать, что ждет США, если украинский конфликт завершится мирным урегулированием, постепенным возобновлением сотрудничества между Россией и ЕС, или, что еще хуже для Вашингтона, созданием в Европе новой архитектуры безопасности. Примерно с осени минувшего года стало очевидно, что Вашингтон начинает сворачивать финансовую поддержку Киева. Число нолей, выписываемых украинским властям чеках, стремительно сокращалось. Однако не стоит думать, что американцы утратили интерес к событиям в Украине. Скорее, наоборот. Если рассматривать украинский проект как инвестицию, то можно выделить два этапа. На первом Вашингтон активно вкладывал деньги, а на втором перешел к чистому излечению прибыли, переложив финансовое бремя конфликта на европейских партнеров. Что подразумевается под этой прибылью? Украинский конфликт был необходим США для того, чтобы превратить Европу из конкурентов в Ассала, разорвать связи между Россией и Евросоюзом, экономически и политически ослабить европейское сообщество, наложить руку на его производственные мощности, переманить инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Одновременно с этим была попытка ослабить и изолировать Россию, опять же подчинить, получить доступ к ее ресурсам и использовать в дальнейшем противостоянии с Китаем. Но здесь американская тактика дала сбой. Вашингтону выгодно, чтобы украинский конфликт продолжался, вытягивая силы из России и ЕС. Однако эта выгода будет сохраняться лишь в том случае, если за войну будут расплачиваться европейцы. А США продолжат получать дивиденды на фоне ослабления европейского континента. Ну и, конечно, на продаже американского оружия в страны ЕС. Однако, как показала практика, Европа не горит желанием тратить деньги на спонсирование Киева. Есть, конечно, отдельные личности, вроде Жозепа Борреля и Урсулы фон дер Ляйен, которые являются главными застрельщиками в Европейской партии войны. Однако эти ястребы представляют не отдельно взятые страны, а Еврокомиссию. Что касается большинства стран Евросоюза, то каким бы русофобским не было их политическое руководство, в условиях экономического упадка им приходится затягивать пояса. Поэтому в ЕС так отчаянно боятся Дональда Трампа, который в случае прихода к власти в США намерен полностью отрезать Украину от американского финансирования. А значит, странам ЕС, хотя ты не того или нет, придется стать основными донорами для Киева. На этом фоне мирное урегулирование украинского конфликта в глазах европейских элит больше не выглядит чем-то ужасным и невозможным. Одним из первых переобулся немецкий канцлер Олаф Шольц. После разгромного поражения трех партий из правящей коалиции на земельных выборах в Восточной Германии, канцлер внезапно пришел к мысли, что настало время обсудить пути мирного урегулирования в Украине. Он отметил, что на следующей мирной конференции должна быть представлена Россия. Шольц также признал, что некоторые граждане Германии не согласны с поддержкой Украины. Вслед за этим газета «Ля Република» сообщила, что Шольц якобы готовит собственный план мирного урегулирования в Украине, который не исключает передачу России части украинских территорий. Конечно, тот же Виктор Орбан, венгерский премьер, призывает начать переговоры о мире уже третий год. Но при всем уважении, Венгрия не Германия с точки зрения кастовой системы ЕС. Поэтому, когда в Будапеште говорят вполне нерациональные вещи, то в Брюсселе это поднимают на смех. Но если аналогичное мнение выражает Берлин, то ни Боррелю, ни Фон дер Ляйен уже не до смеха. И неважно, блефует Шольц или действительно примеряет образ миротворца под давлением обстоятельств – сигнал со стороны немцев подан. И вполне может быть подхвачен теми странами ЕС, которые на сегодняшний день в силу своих внутриполитических и внутриэкономических обстоятельств хотели бы вернуться в мирное время. Американцы прекрасно понимают, что стоит немного отпустить ситуацию, и украинский конфликт пойдет по неблагоприятному для США сценарию – мирному урегулированию. Конечно, в Вашингтоне видят, что мобилизационные ресурсы Украины исчерпаемы. А значит, конфликт в любом случае не может длиться вечно. Следовательно, рано или поздно мирные соглашения будут подписаны. Но что произойдет дальше? А дальше неминуемо начнется сближение России и Евросоюза. Как минимум в экономическом плане. Отношения постепенно будут налаживаться. Не потому, что в ЕС вдруг полюбят Россию, а потому что это выгодно. Но проблема в том, что выгода конкурентов не в интересах США. Иначе все усилия и многолетние инвестиции в ослаблении Европы пойдут прахом. Потому Вашингтон пытается нащупать некую точку невозврата в отношениях России и стран ЕС. И единственное, что в нынешних реалиях способна надолго разорвать Европу на две части – это военная эскалация. Пусть даже краткосрочная. Главное, чтобы ее эффект охватило для глубокой заморозки отношений между ЕС и Россией. Но в то же время эскалация не должна зайти слишком далеко. Ведь в Вашингтоне меряться ядерными арсеналами с Россией по понятным причинам не желают. Курское испытание. Что уже предприняли США? На сегодняшний день видится несколько сценариев военной эскалации, которые могут задействоваться американцы. Один из них предполагает, что Киев пересекает некую красную линию, и у Москвы не остается иного выбора, как дать самый жесткий ответ. В идеале применить тактическое ядерное оружие – Тяо. Географический военный конфликт не выходит за пределы Украины, но политически он раздувается до немыслимых масштабов, и США получают искомую точку невозврата. Данный сценарий уже попробовали реализовать в Курской области. С самого начала было понятно, что Курская операция ВСУ с точки зрения военной логики бессмысленно. Конечно, Киев мог надеяться, что Россия перебросит в Курскую область часть войск с линии фронта. Для ВСУ это было бы неплохим исходом. Но только в моменте. Продвижение российских войск на Донбассе действительно могло застопориться. Вероятно, россиянам на некоторых участках фронта пришлось бы сдать назад. Но в долгосрочной перспективе это бы ничего не изменило. Российская армия в скором времени подтянула бы резервы и продолжила продвигаться вперед. Есть также мнение, что ВСУ планировали нанести удар по Крыму, пока российские военные отвлечены на Курщину. Но опять же, преломить ситуацию на фронте это никоим образом не могло. Наряду с военным вторжением была осуществлена еще и масштабная информационная атака. Ее цель – посеять панику среди населения, вызвать волну критики в адрес военного и политического руководства РФ и, вероятно, в конечном итоге заставить Москву под давлением ряда факторов пойти на тот самый жесткий ответ – применить Тяо. Стоит заметить, что в первые дни Курской операции победа на информационном поле боя была явно на стороне Киева. Часть российской благосферы строчила молнии о стремительном продвижении ВСУ вглубь российской территории. Критиковала Кремль, Минобороны, журналистов крупных СМИ, которые дозированно передавали информацию. В целом, со стороны создавалось впечатление, что в российском инфополе творится анархия. Здесь справедливости ради хотелось бы сделать небольшое отступление. Разгоняющие волну паники блогеры ни в коем случае не враги России. В своем большинстве это патриотически настроенные телеграм-каналы, которые считают своим долгом указывать военно-политическому руководству РФ на ошибки. И ошибки, конечно, случаются. Ведь война – это не вышивание крестиком. Другое дело, что разбор полетов нужно делать не в воздухе, а на земле. Также стоит понимать, что блогеры не располагают всеми вводными, а значит, их авторитетное мнение как раз и может быть ошибкой. Очень болезненной для страны ошибкой, учитывая, что аудитория телеграм-каналов – это миллионы россиян. Одним словом, украинские агенты своей информационной атакой смогли посеять панику. Но ненадолго. Москве удалось купировать атаку в инфополе. Да и российское общество в целом показало себя закаленным. Киеву не удалось вызвать волнение масс. А США не удалось спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, которое стоило бы Москве не только полного разрыва отношений с ЕС, но и, пожалуй, со странами глобального юга. Ведь в их глазах Россия в один миг стала бы тем агрессором, образ которого так усердно рисуют на Западе. Дальнобойные планы. Что может стать следующим шагом? Еще один сценарий – эскалация использования дальнобойного оружия, поставленного Украине, для нанесения ударов вглубь территории России. Это могло бы привести к ударам России по странам НАТО, позволившим Киеву атаковать российскую территорию их оружием. Конечно, Москва могла бы ограничиться жестким ударом по Украине. Но в таком случае ситуация бы развивалась по первому сценарию, что Вашингтон устроило бы не меньше. Возможность снять ограничения для Украины по применению западного дальнобойного оружия сегодня активно обсуждается на Западе. 13 сентября состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Ожидалось, что решение по снятию ограничений будет принято по итогам этих переговоров. Однако Вашингтон и Лондон, которые в антиевропейской войне действуют сообща, пока молчат. Вполне возможно, что им пока не удается втянуть страны ЕС в свои дальнобойные планы. Тем временем дискуссии об отмене запрета на использование Киевом дальнобойного оружия приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. 16 сентября он заявил, что в случае положительного решения по этому вопросу НАТО не станет частью украинского конфликта. На самом деле, в словах Столтенберга есть смысл. Втягивать альянс в войну с Россией англосаксы однозначно не станут, поскольку в таком случае обойти пятую статью Устава НАТО о коллективной безопасности для США и Великобритании будет проблематично. Но совсем другое дело, если вопрос будет решаться на уровне отдельно взятой страны НАТО. Даже в случае ответного удара со стороны России по одному из государств альянса принцип коллективной обороны Вашингтон сможет обойти. Достаточно будет объяснить своим европейским партнерам, что втягивание США грозит планете ядерным апокалипсисом, пообещать европейцам всемирную поддержку и заверить, что победа близко. Но поведутся ли на такую авантюру европейцы, те же французы или немцы? 19 сентября депутаты Европарламента проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории России. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Однако сам факт появления такого документа говорит о том, что идея с дальнобойным оружием методично продвигается. Примечательно, что в тексте резолюции содержится призыв к Германии отправить Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты Таурус. В этом плане интересна реакция Берлина. Как известно, Шольц выступает против поставок Таурус в Украину. 14 сентября, на следующий день после встречи Байдена и Стармера, канцлер Германии вновь заявил, что исключает возможность передачи Украине дальнобойного оружия. «При этом независимо от решений партнеров, я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой», заявил Шольц. Напомним, что в 2023 году Шольц точно так же не хотел отправлять Украине немецкие танки. Но затем, под давлением тех, кого он называет партнерами, канцлер все же одобрил поставки тяжелой наступательной техники Киеву. Однако сейчас Германия находится в несколько иной ситуации, прежде всего внутриполитической. Поэтому есть вероятность, что на этот раз Шольц все же не станет толкать свою страну на очередной безумный шаг. Следует также понимать, что поставки танков в Украину и разрешение на удары западным оружием вглубь России – это далеко не одно и то же. На этот счет предельно ясно высказался российский президент Владимир Путин. Он отметил, что без помощи Запада Киев не в состоянии наносить удары вглубь российской территории РФ. Для осуществления подобных атак нужны разведданные со спутников и полетное задание. Дело в том, что наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов. В общем, с натовских спутников. Это первое. Второе и очень важное может быть ключевое. Заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. Объяснил Путин. Поэтому, по словам российского лидера, речь идет не о том, чтобы разрешать Киеву наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, страны НАТО участвуют напрямую в военном конфликте или нет. Если решение окажется положительным, то это существенным образом меняет саму суть конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А значит, Москва будет принимать решение, исходя из тех угроз, которые возникнут для России. Какими могут быть эти решения? Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент всегда предельно аккуратен в вопросе ответов на действия Запада. Хотя эксперты обсуждают в том числе и жесткие варианты. Понимают ли существующие риски в Европе? Судя по реакции Шольца, понимают. Другой вопрос, способен ли тот же Берлин проводить самостоятельную политику. Примечательно, что под дискуссией о дальнобойном оружии в Германии оперативно провели соцопрос с 13 по 16 сентября. Его результаты показали, что 64% респондентов против передачи дальнобойного оружия Киеву. При этом на востоке страны против высказались 83% опрошенных, а на западе 61%. Похоже, это тот редкий случай, когда немецкий народ солидарен с Шольцем. Что касается Франции, то ее лидер Эммануэль Макрон скорее гораздо говорит, нежели что-то делать. Однако на этот раз Париж хранит молчание. Французское издание Лемонт со ссылкой на Диписточник сообщило, что в Елисейском дворце услышали предупреждение Путина и намерены избежать развязывания Третьей мировой войны. В этой связи стоит привести мнение лидера французской партии-патриоты Флориана Филиппо. Он очень точно обрисовал цели США. Так, Филиппо заявил, что вашингтонские ястребы предлагают наносить удары по России европейскими дальнобойными ракетами, хотят заставить Европу сделать за США их грязную работу. По его словам, США хотят, чтобы по России били французскими и британскими ракетами, но не американскими атакам. «Они же не дураки. Глубинное государство хочет, чтобы мы за них делали грязную работу и платили за это цену вместо них», – сказал Филиппо. Если это понимают отдельные французские политики, то наверняка ситуацию осознает и тот же Макрон. Конечно, есть и те, кто пытается убеждать себя и других, что Россия не решится на жесткий ответ. Сегодня это главный аргумент партии войны на Западе. Поэтому сейчас главный вопрос в том, что для Шольца или того же Макрона перевесит опасения за безопасность своих государств или же шаткие аргументы провокаторов. Ясно одно – без положительного решения европейцев дальнобойные планы США провалятся. Сами американцы разрешения на использование атакамос для ударов вглубь России давать не станут. А значит, Вашингтону придется размышлять над другими путями эскалации. Белорусский сценарий. Почему не удается спровоцировать Минск? События последних месяцев указывают на то, что США в тандеме с Великобританией могут опробировать еще один сценарий с участием Беларуси. Вероятно, замысел таков. Киев или любая другая прокси-сила США осуществляют провокацию в отношении Минска, после чего следует жесткий ответ с белорусской стороны, вплоть до применения ТЯО. Здесь необходимо отметить, что попытки втянуть Беларусь в украинский конфликт предпринимаются давно. Однако есть ряд моментов, которые существенно усложняют реализацию данного сценария. И, похоже, главный из них заключается в том, что противнику пока не удается просчитать варианты развития событий. Это касается и характера провокации, на которую может отреагировать Минск, и характера ответа белорусской стороны, учитывая, что кроме ТЯО у Беларуси есть и другие средства, чтобы обороняться и контратаковать. Очевидно, что англо-американский тандем через свои прокси-силы прощупывает почву. В отношении Беларуси уже осуществлено ряд провокаций. В нашу страну засылались террористы, диверсионно-разведывательные группы, залетали из Украины ударные беспилотники. Однако угрозы были купированы, а Минск на поводу у провокаторов не пошел. Чтобы втянуть Беларусь в свою мясорубку, англосаксам придется перейти к более радикальным шагам. Что это может быть? Как вариант удары ВСУ по объектам критической инфраструктуры Беларуси или же вторжения на нашу территорию боевиков, завербованных белорусов, украинцев и иностранных наемников? Этот сценарий еще год назад описывал экскомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемарск Шибчак. К слову, за границей уже давно создаются разного рода хоругви, полки, корпуса, где ведется подготовка боевиков из числа белорусов, покинувших нашу страну. Однако и в этом случае спрогнозировать точно, как отреагирует Беларусь, невозможно. Можно полагать, что идеальным исходом для США было бы использование белорусской страной тактического ядерного оружия для удара по той же Украине. Но ответ Минска может носить и неядерный характер. Следует понимать, что ядерное оружие – это последний рубеж обороны, когда угроза государству носит экзистенциальный характер. Однако, как говорилось выше, у Беларуси, кроме ТЯО, есть и другие средства не только для защиты, но и для нанесения ответного удара. Поэтому применение ядерного оружия кажется маловероятным. В таком случае поднять эскалацию до нужного градуса США не удастся, разве что втянув в конфликт страны НАТО. Здесь вспоминается статья, опубликованная в мае итальянской газеты «Ля Република». Издание сообщало, что НАТО в частном порядке установило красные линии, пересечение которых приведет к вовлечению стран Альянса в украинский конфликт. Одна из таких линий – прямое или косвенное вмешательство третьей страны в события в Украине. И здесь упоминалась Беларусь, участие которой в конфликте НАТО якобы не исключает. Однако, не все так просто. Если НАТО будет втянуто в конфликт, то начнется Третья мировая война с губительными последствиями для всей планеты. Можно, конечно, задействовать отдельные страны альянса, например, Польшу. Но для этого необходимо заранее получить железное «да» со стороны Варшавы. Пойдет ли наша западная соседка на такой шаг – большой вопрос. До сих пор польское руководство, что при прежнем правительстве, что при новом, лишь демонстрировало готовность загребать жар чужими руками. К тому же неизвестно, во что все это выльется. Не выйдет ли ситуация из-под контроля? Как отреагирует на происходящее не западный мир? Да и в западном не все так однозначно. Реализовать сценарий с участием Беларуси англосаксы могли бы лишь в одном случае, спровоцировав Минск на жесткую реакцию. Но, принимая во внимание политический опыт и стиль руководства президента Беларуси Александра Лукашенко, рассчитывать противнику фактически не на что. Но попытки определенно будут. В том числе будут пробовать раскачать внутриполитическую ситуацию в предвыборный год, как это было в 2020 году. А ведь если бы тогда все удалось, то сейчас против России был бы открыт еще один фронт. На очереди Польша. Какие сигналы посылает Варшава? Ранее Билл тоже писала о том, какое место занимает Варшава в антиевропейской войне США и Великобритании, и как американцы помогают Польше наращивать военные мускулы. В экспертной среде, в том числе польской, уже не раз высказывались опасения, что США после Украины могут пустить в расход и Польшу. Некоторые сигналы со стороны Варшавы, которые можно было наблюдать в последнее время, говорят о том, что польское руководство все же может сыграть свою роль в одном из сценариев эскалации. Не так давно вышло интервью главы польского МИД Радослава Сикорского, в котором он заявил, что Польша обязана сбивать российские ракеты над Украиной. По его мнению, такие меры следует считать самообороной, поскольку речь идет о ракетах, которые могут нарушить воздушное пространство Польши. При этом Сикорский признает, что перехват российских ракет над Украиной может привести к прямой конфронтации НАТО с Россией. Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства. Это наша собственная конституционная обязанность, поясняет свою позицию Сикорский. Глава польского МИД также заявил, что не только Украина, но и весь Запад должен выводить президента России из равновесия. А теперь представим, что Польша действительно начинает сбивать над Украиной российские ракеты. И ей, наконец-то, удается вывести руководство России из себя. Что происходит далее? Вероятно, по замыслу США российская сторона должна нанести ракетные удары по Польше. Далее в дело вступают США, якобы приструняют Варшаву, заверяют Москву, что НАТО не желает войны и больше такого не повторится. Поскольку России подобное противостояние не нужно, эскалация сойдет на нет. Однако ее эффекта хватит, чтобы построить стену между двумя частями одного континента. И тогда антиевропейская война США, считай, удалась. К слову, в июле Варшава и Киев подписали двустороннее соглашение, в котором стороны обязались изучить возможность перехвата ракеты беспилотников в небе над Украиной, если они выпущены в сторону Польши. Однако польский премьер Дональд Туск заявлял, что такая политика будет реализована только при условии полной поддержки со стороны НАТО. В то же время замминистр обороны Польши Павел Залевский заявил, что польская сторона не станет сбивать российские беспилотники или ракеты над Украиной, поскольку страны НАТО и ЕС не являются участниками войны. Вероятно, в польском руководстве на этот счет могут быть разные мысли. Там тоже взвешивают все за и против. И прекрасно понимают, как к подобной эскалации может отнестись население страны. Если это спровоцирует волнение в обществе, ушедшая после прошлогодних выборов партия права и справедливость сметет нынешнее правительство. И Туск это осознает. Поэтому и проявляет осторожность. Вполне вероятно, что слова Сигурского – ничто иное, как попытка увидеть реакцию польского населения. Поэтому ждем результаты соцопроса. На этот раз польского. Безусловно, сценариев эскалации у США может быть гораздо больше. Мы лишь рассмотрели те, которые наиболее очевидны в нынешних условиях. Все это время у американцев было одно преимущество – они играли в нападении. И благодаря этому могли действовать на опережение, продумывая каждый шаг. Однако сейчас складывается ощущение, что в действиях США появилась суета. Словно им не удается найти брешь. Поэтому и пытаются поджечь со всех концов. Почему так происходит? Очевидно, что США столкнулись с противником, который тоже умеет продумывать свои шаги и действовать наперед. И Минск, и Москва демонстрируют завидное хладнокровие, которое позволяет в сложнейшей ситуации держать строй. В той же России любят покритиковать Минск за призывы к мирному урегулированию, к поиску диалога. В то же время в адрес российского руководства нередко звучат обвинения в нерешительности, отсутствии жесткой реакции. Мол, сколько можно терпеть? Давайте уже зададим этим англосаксам. А задавались ли эти советчики вопросом, что будет потом? В то время, как горячие головы не могут просчитать ситуацию даже на шаг вперед, и в Минске, и в Москве рассматривают все возможные сценарии, выбирая для своих народов самый безопасный путь. Мы безопасный путь.